Всем привет в новом году дорогие друзья! С вами группа EGT, ее администратор Денис и сегодня я вам покажу мой обновленный муссет Джонни Горгану, Джонни Рестлинг. Давайте сразу же пройдемся по нему. Что касается вот этих приматчевых подготовок, то я ему поставил вот так вот. Поменял челленджер, да, челленджер поменял. Так, здесь я ему не менял в принципе ничего, у него тут все хорошо выставлено, что можно даже не менять. Что касается атак, что у него стоит вот так. Вот тут естественно я ему суперкиков поставил, потому что он их очень часто проводит. Здесь я ему поставил клоузлайн с левой рукой, с левой руки, потому что он с левой руки обычно пробивает и ему это идеально подходит. Здесь вот так стоит и тут стоит вот так. Идем на захваты. Захватов он конечно проводит не особо много, но вот я ему некоторые оставил стандартные, некоторые поставил от себя. То есть заменил другими, которые он в принципе проводил в своей карьере в Индии. Ну вот тут в принципе все его приемы ему подходят. Здесь вот тоже. Второй хлеб, по-моему, этот прием вообще его даже личный из Индии. Вот тут все его приемы, все ему эти идеально подходят. Я ему сигнатурки, финишеры также немножко поправил. Вот так вот удары с разгона. Вот это кстати знаете вообще идеально. Нарезки вот это добавляет, потому что он обычно так закручивает. И потом выходит на свой фирменный кроссфейс. Поэтому классно. Вот. Кэрри я ему особо не трогал, разве что некоторые убрал. Бомба оставил, он ее проводил в Индии. Вот этот накамуровский прием. И мечуноку драйвер, такая классика. То вот, что кстати с позиции стиком вниз, ее вообще нет. Это по-моему или я убрал, не помню, или тукей убрали. Так. Приемы снизу. Я ему кстати и некоторые хильские движения поставил. Такие, как вот эти вот панчи по лицу. По-моему, злому Гаргану и злой в сущности это идеально подойдет. Приемы фейсдаун вот так стоят. Опять же, не забываем про хильство. Вот так, чтобы в живот пинать. Вот так вот, когда соперник сидит на коленках, Гаргана будет бить. Вот так, когда он просто сел. Да. Когда просто Гаргану кого-то посадил, он будет бить вот так. Бэмс. Жестко, жестко. У канатов, у канатов я ему разве что добавил только дайвы. Вот этот. Вообще, он практически всем подходит, кто делает бейсбол дропкик. Ибо в игре бейсбол дропкик по умолчанию вообще такой дебильный, тупой, идиотский. А этот хотя бы нормально смотрится на самом деле. Я надеюсь, они в 20-й части обновят бейсбол дропкик. И он будет выглядеть нормальным. И этот, Деверювский, можно будет не ставить всем подряд. Вот здесь вот так стоит. Захват я ему особо не менял. Разве что чисто подкрутил под какие-нибудь такие более-менее хильские. Вот этот вообще хильский такой долгий. Но этот, Лаки 13 от Кори Грейса, тоже такой привет из прошлого. Так. Идем дальше. Атари Швипа. Опять же, особо не менял. Разве что поставил сюда суперкик. Четвертый. И Деспресс. Деспресс, как он налетал. И избивал так по лицу. И на Тин Дрима. У Бэк стоят вот так. У Апрона. Вот, естественно, его DDT. Здесь вот так. Жалко, что нету до сих пор Кеннабола. Сапрона летающего. Очень жаль. Приходится вот ставить либо Клузлайн, либо чего-нибудь другое. Но ему, по-моему, только Клузлайн подходит. Хотя можно еще и Хуриканран поставить. Кто как. Вот. Я думаю, все-таки на Хуриканрану переключусь. Здесь, естественно, его вот этот фирменный. Кномики, которые добавили в этой части. Кстати, классно смотрится. Только иногда камеры не показывают, куда там соперник улетает. Поэтому вот это туповато проделано. Здесь так стоит. Это ему как альтернатива. DDT, которым он добивал на NXT летом еще. Поэтому нормально. Подойдет. Потому что там все позиции у него просто заняты. Ну и здесь вот эта хильская хрень. Поставлена была мною. Может быть, конечно, не особо подходит. Но это здесь единственное адекватное, что есть из хильского на этой позиции. Угла вот так стоит. Опять же, обратите внимание на хильские панчи. И на вот этот DDT, который опять же идет как альтернатива тому, который он проводил с канатов. У канатов на Апроне. Потому что, опять же, места нет. Приходится как альтернатива использовать вот эти вот DDT на Апроне. И вот это вот. Здесь его приемы фирменные. Здесь вот этот вот выталкивание. Он так блэка выбрасывал. Поэтому прикольно ему подходит. Здесь вот так. Здесь вот этот Dritter Stomp. С помню, это вообще идеально всем хилам ставить. И вот такая вот удивительная пощечина. По-моему, тоже ему идеально подходит. Дальше идем. Ну, тут я особо не менял. Разве что поставил вот это. Вот опять же, хильские избиения у каната. Так избить. Потом сделать аун. Просто идеально. Дальше. Дайминг атаки. Вот так стоят. Вот этот его новенький я не стал убирать. И Канран в итоге поставил вот здесь. Ну и Нэкбрейкер. Каната, да. Можно так же блокбастер поставить. Кто как хочет. Здесь я особо опять же не менял. Остал вот так. Что-то, по-моему, поменял. Я же просто не помню. Я ему сет постоянно поправлял. Менял. Сейчас вот опять поправил перед записью. Ну, эти два приема у меня для нарезки стоят. Я их пока не стал убирать. Кому они не нужны, можете убрать. Это чисто, как говорится, For Highlight Reels. Весьмус. Дальше. Ну, здесь вот так стоят. Вот это новая планша. Suicide Dive он часто прыгает. Ну и такой спреймборку CrossBuddy. Здесь вот спреймборку Загири. Бамс. Классно смотрится. Опять же, для нарезок идеально. Командные приемы я не менял. Вот этот прием, который их с Чамповский, его нужно ставить Чампи, не Гаргана, потому что там первый проводит атаку как раз таки именно Гаргану. Уходит в угол и бьет. Поэтому это нужно ставить Чампи. А у Гаргана пусть стоит вот так, как стоит здесь. Здесь я, в принципе, поставил чисто приемы, которые стоят в основном в мувсете, только чтобы они подходили по весовой категории. То есть тут особо ничего я не менял, только переставил то, что стоит в основном в мувсете. Потому что вообще по умолчанию вот эти Weight Detection мувсеты, ну, просто убогие. Какие-то странные приемы стоят, поэтому лучше выставлять то, что стоит в основном в мувсете. Стараться подбирать и искать эти же приемы. Special Moves. Видите? Гарпунт бы, да, вот, перенес. На сигнатурочку. Вот это его фирменное. И суперкики, да, я ему суперкики расставил. На сигнатуры за рингом ему, в принципе, подходит то, что он их делает часто и очень много. Как Adam Cole by Bait. Ну, тут его фирменный Gargano Escape, который никак в игре не переименует. И фирменный его суперкик. Ну и за рингом, опять же, Gargano Escape. OMG, вот, Suicide Tornado DDT. И привет, Чампи, Стейклобера. Да. Просто не знаю, чему тут ставить. Так он проводил, поэтому пусть стоит. Но это для нарезок поставил. Суперкик. Тут нечего ставить, поэтому поставил DDT. Не бомба же стоит. Тут его камбэк. Тут вот так стоит. Сворачивание вот так. Royal Rumble вот так стоят. RKO он делал в Индии, вот этот катер, поэтому у него стоит что тут, что там. Видите, везде стоит. Вот ему его Lone Dart фирменный перенес на финишер. Стол, чтобы так убивал. Пэмс. С клетки вот так бомба стоит. Опять же, тут, ну, нечего ставить. Хотя, естественно, лучше стоит чтостнера поставить, а не бомба. Ну, тут так. Я опять же не менял. Не знаю, ему бомба даже не подходит. Хотя с трейлера пусть стоит. И тут так. Теперь таунты. Что касается таунтов. На таунтами я ему поработал очень глобально. Практически все заменил. Вот, смотрите, как я ему проставил таунты. Вот этот хильский таунт. Вот этот хильский таунт. Ну, это закрайдер. Ему подходит. Он так на выходе на тейк-овере делал. Именно вот так, кстати, да. Ну, и Блэка он так тоже недавно сидел, садился. Тут вот так таунты стоят. Стэннинг вот так стоят. Я вот все думал, какой из них на R1 перенести. В итоге перенес вот это. Хотя, мне кажется, больше перейдет вот этот Эрмспрэд 1 на R1. О, прям рифма, да. На лежачем сопернике в сторону оппонента стоят вот так таунты. По-моему, панковский у него стоял. Я отставил, пусть будет. И тут Файндин Спирит. Еееет. Такой Горгана стайл. Здесь так. Здесь так. И Вайкап Нексус. Да, постоянно его ставят. Разработчики я решил оставить. В принципе, в этом ничего такого нет. Атрибуты я бы не крутил. Скиллы вот так стоят. Рингискейпом можно поставить. Вернуть точнее. Ну, здесь нет. Если ему ничего не подойдет. Тут, опять же, тоже особо ничего не подойдет. Все-таки у нас не самый сильный человек на земле, чтобы проводить всякие такие фокусы. Тут я даже, можно сказать, просто помолчать на стайл. Пейбак. Ну, да. Быстрое восстановление. Кипап, как это я люблю называть. Вот так стоят его обилки, которые в игре повырезали. Тимворк я ему вернул. Вот. А так все стандартно. Все стандартно. Ну, можно вот вот эту стычку поставить, допустим, на третий уровень. Да, ему подходит. И технику тоже нужно на третий уровень. Но все-таки у нас технарь. Все. Да. Это весь был мувсет Гергану. По-моему, я его заливал в комьюнити. Правда, еще давно заливал. Там не самая новая версия мувсета, но там тоже хорошая, хильская версия. Поэтому, кто хочет, можете скачать. А кто хочет, вы можете просто настроить по этому видосу. Мувсет и пользоваться. Помню, люди просили мувсет Гергану, Гергану, Гергану. Вот, наконец-то, в новом году. Первое мое видео. Это как раз-таки именно по мувсету Джонни Гергану. Пользуйтесь, дорогие друзья. Всем всего хорошего в новом году. Не болейте, не травитесь, как отравился я. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok